Так, каждый кузнец сталкивается. Павел Григорьевич, рассказывай давай. Ну, во-первых, это интервалы ковки температурные. У нас есть таблица, у нас как бы вот висит она. До какой температуры нужно нагревать, до готовки. Вот там все прекрасно указано, и чтобы ориентироваться можно было. Если вы забыли. Да, есть таблица вот такая, какие стали можно нагревать, нужно до какой температуры, чтобы начинать ковать, и какая температура, чтобы заканчивать ковку. Да, есть еще таблица, у них, к сожалению, нету по цветам побежалости, это для отпуска сделано. Да, там тоже каждый цвет соответствует своей температуре. Ну, например, усеем мы калим, зубила там какие-нибудь, там до синего опускаем, синий, фиолетовый. Это, я думаю, порядка 280-300 градусов внизу, температура отпуска. И там вот эти салонными цветами, там их несколько цветов, которые соответствуют своей температуре. Так что все это надо знать, художественной ковке. Это и ремесло, и это надо все знать, это все пригодится. Ну, как, конечно. Так что книжки в зубы и берем, может, диму. Да, это литературу смотрите в интернете. В общем, все там есть, так что как-то так. И потом будет у вас вот так получаться, красота вот такая.